В этом году урожай очень плохой был. У нас же есть программа хорошая, но может быть надо с хозяевами переговорить, потому что мы ее поддерживаем. У нас же в этом году два производства водки восстановились наконец-то. Помещение у нас есть, у нас хорошее помещение. Может быть вам нужно посмотреть наши программы субсидированные? Было бы очень даже хорошо. А людей сколько работают? Средняя списочная 65. А зарплата в среднем сколько погод получается? Нет, погода так мало. Средняя, средняя. А так летом они по 70-50. А зимой неполный рабочий день. Вот отец Тургенева, Сергей Николаевич Тургенев, Красаевского и Левгарского полка. Все предметы, которые здесь находятся, они переданы крестьянами села Тургенева. Скользко, да, динько. Это прям самостоятельный класс. Где больше? Ну, оборудование, короче, считать много интерактивных досок в школе. Нет, я все решу, что это изменится. Хорошо? Хорошо сделали. Как сами контролировали, да? Ну, естественно. Ну, хорошо. Самоладимые. Поменялись в 100%. Страшку, утеплитель. Все было смето. Все снимали, все поменяли. Все. Уважаемые жители, ребята. Ну, сегодня у нас, правда, не 75-е, а 72-е годовщина. Накануне у нас 72-е годовщина освобождения Черны от немецко-фашистских оккупантов, захватчиков. И, вы знаете, очень приятно, когда у нас восстанавливаются те хорошие традиции, которые существовали всегда на нашей земле. В этом году мы уже будем зажигать второй вечный огонь. Но здесь его, правда, и не было, этого вечного огня. А первомайскому 9 мая, накануне 9 мая, восстановили тот вечный огонь, который был первым в Советском Союзе, и из которого уже пошла традиция тех вечных огней, которые есть у нас во всей нашей Великой Родине. Что я хочу сказать? Конечно, жаль, что ветеранов становится с каждым годом меньше и меньше. Но это жизнь, от нее никуда не уйдешь. Но еще и важно, что остается память. Память в этих моментах и памятниках. Память, которая остается в книгах. Но самое главное, та память, которая остается в наших сердцах, и та память, которую мы передаем в наших семьях из поколения в поколение. Хорошие слова. Пройдет и 70, и 300 лет, и все равно мы будем помнить этот подвиг. Мы не забудем этот подвиг никогда. И сюда не зарастет народная тропа. Очень важно, чтобы мы бывали в таких местах, и чтобы мы всегда такие места содержали в очень достойном виде. Хочу, уважаемые ребята, наверное, прежде всего обращаюсь к ребятам, к молодому поколению. Вы растете уже в совершенно другом мире. Мир современных технологий, быстрого обмена информацией, разных взглядов. Но вы должны помнить одно, что ваши деды, прадеды, это те люди, которые смогли сохранить нашу страну целой и единой. И благодаря этому у нас у всех с вами есть возможность сегодня жить в стране и быть хозяевами страны. Поэтому я хочу поздравить наших ветеранов, тех, кто дожил до этих дней, тех, кто помнит своих товарищей, сослуживцев, и пожелать им здоровья. Чтобы у вас хватило здоровья, отпразднуйте 75-ю годовщину освобождения Чилина, ну и, конечно же, 70-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Праздник! Праздник! Плюс к тому, что здание в администрации, я думаю, что люди сюда поток мы организуем. Ну и жителям приятно, опять же, в таком месте. Рацион-табло сюда притром, когда мы повесим? Мы уже завтра проведем сюда, они готовы, наполнение мы поставим.